здравствуйте это программа интервью я игорь жариков это проект где мы обсуждаем важные темы для города области страны и даже целого мира недавно появились сообщения о том что некоторые европейские сообщества отказываются помогать российским онкобольным более того некоторые компании отказываются даже принимать участие в конгрессах посвященным онкозаболеваниям там где участвуют и российские представители разберем ситуацию с экспертом минздрава российской федерации президентом национального медицинского исследовательского центра детской гематологии онкологии иммунологии имени рогачева александром румянцевым он с нами на связи из москвы александр григорьевич здравствуйте но наверное один из самых важных и волнующих вопросов сейчас способны ли вот в современных в сложившейся ситуации способны ли российские медорганизации оставаться конкурентоспособными по сравнению западными начнут с того что нет национальной науки как национальной таблицы умножения мы прошли пути определенной вместе с нашими коллегами за рубежом с тем чтобы синхронизировать наши лечебные опыта с января 22 года в практику введены 80 клинических рекомендаций и по по онкологической патологии так можно выразиться которые являются обязательными для выполнения их и они обеспечены лекарствами в рамках тарифов которые имеют обязательное сенское страхование то есть я ответил на ваш вопрос что мы эту работу проводили до того как были введены вот санкции с ограничением когда идет речь о том что западные общества сделали заявление что они не будут лечить наших онкологических больных это их проблемы этического характера потому что никто и не рассчитывал на то что наши пациенты будут выезжать за лечиться за рубеж от онкологических заболеваний я хочу сказать что представьте себе что значит количество первично заболевающих стране пациентов в россии онкологическими заболеваниями колеблется где-то пределах 700 тысяч человек в год вот представьте себе такое количество пациентов это много ну конечно они находятся везде поэтому нужно сказать что в двадцать первом году были утверждены все порядки оказания медицинской помощи детям и взрослым с онкологическим заболеваниям основное правительство гласило о том что те клинические рекомендации которые обязательно введены в позицию с первого января двадцать второго года будут внедряться последовательно до двадцать четвертого года и ежегодно будут вводиться еще дополнительные клинические рекомендации сейчас значит основная часть по основным видам онкологических заболеваний все клинические рекомендации утверждены но я поскольку я детский онколог-гематолог могу сказать в отношении детей более достоверную информацию да пожалуйста связанную с тем что мы достигли 84 процентного желаемости российской федерации это цифры но самого высокого уровня они конкурентны с цифрами которые имеет развитые страны включая united states of america является страной имеющий самый большой медицинский бюджет в мире его бюджет медицинский превышает валовый национальный доход доход россии что было просто понятно для разговора поэтому мы в области онкологии достаточно серьезно продвинуты вот как раз затронули тему лекарств сейчас западные фармацевтические компании пока не объявили о том что уходят с российского рынка но если это вдруг произойдет наши российские фармакомпании способны заменить все импортные лекарства аналогами они только не уходят они заявляют что пациенты которые нуждаются в лечении они все будут получать эти препараты тем более что мы в течение нескольких лет специально локализовали производство этих лекарств в россии то есть они воспроизводятся все в россии они имеют западные лейблы то есть имея ввиду это западные препараты но их производство организовано здесь на разных уровнях на разных уровнях от сырья который поступает и мы его здесь полностью обрабатываем до упаковки во всяком случае министерство приняло решение сейчас и правительство приняло решение условиях санкции провести санкционные изменения в области лекарственной политики чем они заключаются они заключаются в том чтобы ускорить доставку логистику этих препаратов россии то есть другими словами организован централизованные закупки лекарств их распределение более того лекарства которые раньше должны были иметь только российскую этикетку теперь они могут любить любую этикетку с вложенным вкладышем на русском языке это ускорит просто нашу работу третья позиция значит лекарственные препараты основной группы онкологические заболевания закупаются теперь на период из расчетов из расчетов которые были в прошлом году есть все-таки переживания насчет российских пациентов смогут ли российские медики в период вот этих жестких санкций достигать каких-то результатов и работать на прежнем уровне значит мы в течение ковидной всей сессии а мы уже были частично под санкциями вы знаете хорошо все мы реально снизили количество смертей от онкологических заболеваний за эти два года когда начала работать онкологическая программа и девятнадцатом году была организована национально-экологическая программа которая распространилась будет работать до двадцать четвертого года и в рамках этой программы целый ряд была сделана опция основные деньги в программу были вложены в первые годы что удалось сделать на сегодняшний день переоборудованы все онкологические диспансеры туда завезено тяжелое оборудование вы говорите про лекарства кроме лекарств есть еще хирургия есть лучевая терапия есть различные другие методы лечения есть инфекционный контроль за онкологическим больным есть диспансерное наблюдение за онкологическим больным потому что специальные сделаны были документы по диспансеризации онкологических больных раньше никогда не было то есть доступность лекарств к амбулаторным больным онкологического профиля не тем которые находятся в стационаре которые дома на улице находится она выросла во много раз то есть другими словами если до момента этой программы доступ к лекарству имел один из 10 пациентов на улице на улице уличные лекарства они бесплатные то сегодня практически 9 из 10 пациентов российской федерации имеет такой доступ поэтому я бы так сказал бы вне зависимости от санкций вне зависимости от тех условий которые сейчас будет поставлена страна в рамках экономических ограничений мы будем развивать свою позицию александр григорьевич с 1 января этого года 2022 в силу вступил новый порядок оказания медпомощи при онкологических заболеваниях уже частично затрагивали эту тему в периоде нашего разговора но не обозначили причины почему именно сейчас возникла необходимость создания нового закона почему я расскажу дело в том что в этот порядок включает себя обязательные условия в рамках которых должен быть пролечен пациент приведу пример такой известно что в онкологии главным диагностическим критерием является морфологический контроль опухоли то есть опухоль рассматривается морфологами или патологами и ставится диагноз на основании объективных как бы характеристик этой опухоли в онкологии существует правило при которой должен быть всегда 2 или 3 меню контроль значит надо было организовать референс-центры в россии с тем что каждый пациент который имеет морфологический субстрат опухоли был перепроверен например для опухоли щитовидной железы нужно примерно 5 экспертов которые подтвердили бы диагноз все очень непросто более того сегодня вся диагностика прижизненная она непосмертная если раньше патологи вскрывали умерших для того чтобы установить точный диагноз то сейчас точно диагноз становится при жизни когда с помощью хирургических методов забор происходит ткани или органов определенных и эти органы и ткани подвергаются исследования устанавливается диагноз потому что лечение сегодня оно связано с точной верификацией диагноза это нужно было включить теперь визуализация одно дело был рентген а сейчас кт мрт ядер монетный резонанс различные виды специального лучевого лечения они должны были быть включены в порядок должны было должно было быть все это организовано именно благодаря тому что эти порядки были организованы были закуплены установлены все эти вещи касающиеся пациента теперь логистика ведь она должна была быть прописана сколько времени должно быть потрачено на момент получения диагноза и начала лечения от момента когда пациент поступил и когда он должен начинать лечение все должно быть четко регламентировано это все регламентировано в порядке в днях когда должен быть получен морфорический диагноз когда должно быть начато лечение кто несет ответственность за это лечение что такое межсциплинарные консилиумы например у нас раньше такого понятия не было я совершенно что сегодня нет врача который ведет больного только самый главный специалист который ведет пациента это пациент то что называется клинический онколог то есть он не хирург это человек который занимается лекарственным лечением этого пациента он его дианасицирует он его ведет и он его ведет пять лет он должен наблюдаться на диспансерном учете поэтому впервые с января этого года введен приказ по диспансеризации пациента с амфрагическим заболеванием ничего этого раньше не было то есть закон прописывать четкую маршрутизацию пациента это не нарушает право выбора у нет он может выбирать это его право выбрать но он должен понимать что он должен наблюдаться 5 лет выбор то хорош но ему страна предоставила возможность бесплатно получить все виды помощи включая его диспансерное наблюдение и лекарственное обеспечение и кто-то должен выписать лекарства если раньше лекарство выписывал чех работающий в стационаре сегодня он не выписывал потому что стационар имеет свое лекарственное обеспечение но как только он вышел из это оттуда он должен куда-то попасть куда оказывается это амбулаторные онкологические центры в прошлом году открыты 1400 амбулаторных онкологических центров а всего и даже 5000 то есть другими словами он попадает в структуру которая экспансерно его ведет и там же производится лечение и там же ему выписывать лекарства и там есть дневной стационар куда может прийти ему могут прокапать то или иное лекарство и так другими словами выстроена система отсюда эти порядки александр григорьевич спасибо вам за ответы напомню на связи из москвы был александр умянцев эксперт минздрава россии президент национального медицинского исследовательского центра детской гематологии онкологии монологии имени рогачева я надеюсь что медицинское сообщество все-таки обретет здравый смысл и останется в изоляции от этих информационно-политических игр конечно каждый пациент не только с онкологией но и все пациенты в целом на будут получать всю необходимую помощь и агер жариков эта программа интервью оставайтесь на связи нам еще есть о чем поговорить а